Суббота, 18 сентября, второй день голосования по выборам депутатов Государственной Думы и Московской областной думы. Избирательный участок номер 3483. Здесь голосуют жители деревни Гребнево и окрестных деревень. Списки избирателей уточняются перед каждыми выборами и в этот раз здесь точно есть как минимум одна новая фамилия. На участок, расположенный в Центре культуры и досуга Гребнево, пришел Андрей Ковалев, меценат, бизнесмен, владелец усадьбы Гребнево. Как он сам везде заявляет, он теперь житель городского округа Щелково, недавно зарегистрировался в деревне Гребнево, а значит и голосует здесь же. Его фамилия уже включена в списки избирателей. Как и другим, Андрею Ковалеву вручили четыре бюллетеня, два по выборам депутатов Госдумы и два Московской областной думы. Заметим, что территория Гребнево на выборах в Мособлдуму входит в Пушкинский избирательный округ. Андрей Ковалев избиратель здесь новый и этого не знал, попросил комиссию объяснить. Объяснили, что городской округ Щелково входит в три округа – Пушкинский, Балашихинский и Ногинский. Свой гражданский долг владелец усадьбы выполнил в присутствии журналистов и блогеров. Ну что, исполнил свой гражданский долг, проголосовал. Щелково и Гребнево – это лучшие в стране. Полный порядок. Идеальная чистота выборов. Голосуйте все. Я горжусь тем, что я теперь житель Щелково. И мои, все жители Щелково – это мои друзья, мои соседи. Вот сейчас определяется будущее нашей страны. Вот правильно проголосует народ и пойдем вперед в будущее. Я верю в то, что реформы грядут впереди, большие серьезные реформы. Я верю, что экономика наша полетит вверх. Я сам реформатор. И я считаю, что у России есть все основания для того, чтобы стать страной номер один в мире. Номер один. Мы должны ставить амбициозные цели. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии, выборы в Гребневе проходят очень массово. Здесь проживают активные и неравнодушные жители. Тем, кто не может сам прийти, помогает комиссия, выходит на дом. Общее число избирателей у нас более двух тысяч человек. Плюс еще люди, которые к нам прикрепились, естественно, те, которые голосуют на дому у нас очень много. Ну, в связи с пандемией, понимаете, да, один член заболел, значит, вызывается на все. Выборы проходят, в общем-то, штатно, без каких-либо эксцессов. Люди сейчас проявляют очень большую гражданскую позицию, большую активность. В общем-то, у нас все хорошо. Пусть так и будет. Остался заключительный и главный день голосования – воскресенье, 19 сентября. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!